Здравствуйте! На «Россия-1» итоговая программа «Вести Ульяновской» в первой части выпуска. Школа для умных и талантливых. В Димитровграде открылся лице ядерных технологий. На торжественной церемонии был даже министр просвещения. Оптимально, эффективно и быстро в Ульяновском конструкторском бюро приборостроения применили новый режим на производстве. Показатели взлетели вверх. Теперь вся надежда на кадры. Могучий, красивый и узнаваемый во всем мире. Россия отметила день государственного флага. Триколор воспели в стихах и признались ему в любви. Готовить кадры для атомной отрасли со школьной скамьи будут теперь в новом Димитровградском лицее. В среду его открыл министр просвещения России. Сергей Кравцов высоко оценил работу региона в части повышения качества доступности образования. Об уникальности лицея ядерных технологий расскажет Артем Петров. Своды нового лицея в Димитровграде объединят больше 1200 детей. Изначально планировалось, что учиться сюда пойдет 1101 школьник, но желающих оказалось куда больше. Новое образовательное учреждение поможет разгрузить местные школы, где дети учатся в две смены. Школа построена в рамках большого проекта, который «Единая Россия» реализует вместе с Министерством просвещения. Это отдельный раздел народной программы. Она была поддержана президентом. И отдельные строчки в бюджете федеральном и на текущий год. И при принятии бюджета на 24-й и уклонный период до 25-го, 27-го. И строительство нового школы, и капитальный ремонт школы защищены. Для Димитровграда это первая за два десятка лет построенная школа. А сам лицей – это вклад в будущее города атомщиков. Какой класс у вас? Ядерный. Куда тоже, да? Ну, переходим в девять. Ну, что вы будете сдавать? Куда пойдете? Математику. Физико-информатику. Физико-информатику, да. В лицее ядерных технологий с 1 сентября заработают профильные классы. Один из них – химико-биологический. Среди прочих специальностей в нем будут обучать будущих врачей. В этом кабинете установлен так называемый стол пирогово-оборудование, который используют ведущие медицинские вузы России. Уже со школы будущие диагносты и хирурги смогут оттачивать профессиональное мастерство. Современные образовательные технологии позволяют расширить возможности профессионального оборудования. Стол пирогово будет полезен почти для каждого возраста. Стол пирогово – вещь универсальная. Она подходит не только для старшеклассников и девятиклассников, которые изучают анатомию и общую биологию, но так как совсем скоро появится еще курс общей биологии, поэтому это подходит для пятиклассников, шестиклассников и так далее. Как бы для всей школы, в принципе, полностью. Для урока в биологии. Димитровград – город атомщиков. Здесь расположен один из крупнейших в мире центров ядерной медицины. В рамках университетских суббот преподавать в новом лицее будут и специалисты Федерального медико-биологического агентства. За нами закрепили пять внештатных специалистов по разделам. Это и онкология, это и неотложная помощь, это и травматология. И наши ребята будут не только погружаться в профессию, они будут готовиться уже к поступлению в медицинский вуз и присматривать себе место. Лицей ядерных технологий оснащен уникальным лабораторным комплексом. Скоро появится даже квантовый компьютер. Ученики под патронатом опытных педагогов смогут проводить собственные исследования. Такие школы будут строиться, открываться, несмотря ни на какие санкции, ни на какие запреты. Отдельно хочу поблагодарить Алексея Юрьевича за то внимание, которое губернатор Ульяновской области уделяет системе образования. Все задачи, поставленные и президентом, и по национальному проекту в Ульяновской области реализуются в срок и без боев. В ходе регионального педфорума, который Лицей принял в день открытия, ульяновский губернатор выступил с инициативой ежегодно проводить всероссийский конкурс на лучшую педагогическую династию. Награда уже имеется. Ульяновская область является соучредителем этого проекта. Мы уже изготовили переходящий кубок из нашего камня, симперцит, который добывается у нас здесь в Поболжье, в Ульяновской области, и он будет передаваться из года в год. Учебный процесс в новом лицее забурлит в день знаний, но уже сегодня заработали секции дополнительного образования. Сердце второго дома для тысяч детей, и их педагогов уже бьется. Лицей ядерной технологии приведен в полное действие. Артем Петров, Даня Губеев и Сергей Свешников. Вести Ульяновск. Вести Митровграда. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин призвал производителя речных метеоров напрямую сотрудничать с регионами для увеличения пассажиропотока на реках, в том числе и на Волге. Своё предложение Володин высказал на выездном совещании Совета Государственной Думы в Нижегородской области. У нас с вами на Волге, только на Волге находятся 16 регионов. Вот каждый регион с удовольствием заказал 5-6 Волдаев для того, чтобы внутри региона ослять перевозки, соединив областной центр с городами области. Важно, чтобы это предприятие стало поставлять суда для всех регионов Российской Федерации, которые ждут, когда появится у них возможность запустить речные пассажирские перевозки внутри региона. Володина поддержали на совещании полпредпрезидентов Приволжья Игорь Комаров, который заявил, что развитие речного пассажирского транспорта в округе оказывает существенное влияние на туризм, промышленность, экологию и энергетику. На окружном уровне активно поддерживаются инициативы, направленные на применение комплексного подхода к развитию приволжских территорий, в том числе с использованием речного судоходства, и эта работа будет продолжена. Также планируют наладить постоянное сообщение речное между Татарстаном и Ульяновской области, о чем на прошлой неделе уже договорились глава республики и губернатор Ульяновской области. В Ульяновской области все больше предприятий участвуют в национальном проекте повышения производительности труда. Одним из его инструментов стала так называемая система 5С. В ее внедрение, к примеру, преуспели такие предприятия, как Ульяновское конструкторское бюро приборостроения. Что это дало предприятию, расскажет Эдуард Истомин. И это одно из подразделений Ульяновской приборки. Здесь изготавливают платы для самолетов МС-21. Их используют в многофункциональных индикаторах. Первый этап – поверхностный монтаж. На этом участке внедрили 5С производства. Упор – это на качество выпускаемой продукции и на скорость выпускаемой продукции. Четкое разделение вещей на рабочем месте, их упорядочение, а еще избавление от лишнего, и производительность растет. Проект внедрили пока в одном из цехов, совместно с Федеральным центром компетенции в сфере производительности труда. Данный цех является пилотным, и все результаты, наработки, которые мы здесь получим, мы планируем транслировать на остальные производственные подразделения. У КБП вошло в нацпроект производительность труда по двум причинам. Заказов стало больше, а вот квалифицированных специалистов не хватает. А ведь в бюро грядет модернизация, и от новшества ожидает отдачи, поясняют в центре компетенции. Плюс 5% – это задачи по приросту производительности труда ежегодно. И так в течение трех лет. Но хороший пример всегда заразителен. Ведь нацпроект в области реализуется только с позапрошлого года. А за это время уже 35 предприятий области включились в его реализацию. Прошли необходимое обучение, перестроили свои технические процессы, смогли снизить складские запасы, а также сократить уровень прохождения технических процессов. В области запустили фабрику процессов. За два года на ней обучили около 300 сотрудников различных предприятий. Благодаря им в компаниях поднялась производительность труда. Эдуард Истомин, Денис Миронов, Вести Ульяновск. 22 августа Россия отметила День государственного флага. Ульяновцы присоединились к празднику и торжественно отметив это событие. Плотно флага пронесли по центральной площади областного центра, а затем в присутствии тысячи жителей города подняли стяг на 30-метровый флагшток. А в районах области в этот день прошли культурные программы с участием местных коллективов. Со сцены звучали стихи и песни о государственном символе России. Белый, синий и красный цвета, которые занимают особое место в сердце каждого россиянина. Они означают чистоту, благородство и отвагу нашего отечества. Сегодня все эти высокие качества триколора наполнили Соборную площадь. Здесь развернули 50-метровый великий символ страны. Я не первый год уже участвую, для меня это очень значимо, ведь флаг России является одним из главных символов нашей страны. Огромный и необъятный флаг торжественно пронесли по эспланаде, от Соборной до площади Ленина. Его несли больше сотни людей. Все они буквально стали олицетворением объединяющей силы российского флага. Единство нашей страны. Славься, страна! Мы гордимся тобой! На площади Ленина всех участников праздника ждало главное событие этого дня. Церемония поднятия флага Российской Федерации. Ответственную миссию доверили Владимиру Верховодке, участнику СВО. Человеку, который сегодня делом борется за чистоту триколора. Под государственным флагом России мы защищаем свой суверенитет. Боремся за справедливость и равнобравие. Воспитываем уважение к истории. Под этим флагом мы стараемся жить и работать так, чтобы наши дети, внуки и правнуки гордились своими подшественниками. Пускай он вечно развивается на ветру и будет гордостью для всех россиян. Пусть наша страна процветает и с каждым днем становится сильнее, давая каждому понять, что наша держава могуча и крепка. Триколор, развивающийся в небе, красота, которую каждый видит и чувствует по-своему. Для Тимофея Грищука это воспоминания о погибшем друге на СВО, Владиславе Луконином. Однажды они вместе возносили флаг к небу. Для меня немножко это трепетный и памятный день, так как, сказать, я ему выражаю дань памяти своему товарищу, ну и не только ему, всем тем ребятам, которые сейчас выполняют специальные задачи в зоне специальной военной операции. Одно остается общим для всех. Поднятие государственного флага России, как и сам праздник, это чествование наших общих больших побед и достижений. Символ любви, мужества и смелости великой и непобедимой державы. Максим Бажанов, Александр Рассохин. Вести. Ульяновск. А в Заволжье праздник в честь флага России устроили байкеры из мотоклуба «Ночные волки». Они вручали ленточки с триколором прохожим, рассказывая собравшимся о патриотизме членов клуба, охотно отвечая на вопросы любопытных подростков, как устроен мотоцикл. Затем ребята устроили мотопробег по улицам Нового города с развивающимися флагами и сигналами вместо салюта. Когда еще выдастся возможность посидеть на сидении настоящего байка, узнать, что дудка – это выхлопная труба на сленге байкеров, а в вилле – езда на заднем колесе. Кроме того, в их экипировку входят перчи, шлемак, куртень, мотоботы. Мне понравилось посидеть на мотоцикле, пофоткаться с папой, пофоткаться еще с самими мотоциклистами. Побольше бы таких праздников в нашем Заволжском районе. Все-таки иногда очень трудно выезжать куда-то далеко. Самое главное, чтобы детям нравилось. Участникам акции вручили ленточки с изображением российского триколора, порадовали ребятню сладостями. А также все собравшиеся здесь воссоздали флаг страны. Эта акция далеко не единственная у ночных волков. Во время ковида наши ребята сплотились вместе с другими волонтерами и развозили лекарства и продукты питания старикам и больным людям. Сначала специально военной операции «Ночные волки» также принимают участие в помощи наших ребятам на передовой и не зубают про их семьи. Мероприятие завершилось мотопробегом. Илла Шахова, Денис Миронов и Вести, Ульяновск. На этой неделе Россия отметила День Победы в Курской битве легендарному сражению Великой Отечественной войны 80 лет. Цветы к вечному огню обелиска славы в тот день возложили представители федеральной и региональной власти, духовенству, общественных и патриотических организаций. В процессе ее возглавлял почетный караул Ульяновского военного гарнизона. Под торжественную музыку армейского оркестра прозвучали залпы оружейного салюта. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Сражение под Курском считается одним из самых крупных в истории войн. С обеих сторон в нем приняли участие более двух миллионов солдат. Было тысячи танков и самолетов. Среди участников битвы свыше двухсот уроженцев Ульяновской области, а сейчас на территории региона проживают всего три свидетеля тех событий. Вы смотрите итоговую программу «Вести Ульяновск» на «Россия-1» и во второй части выпуска. Спустились с неба, чтобы спасти жизнь. Ульяновские медики осваивают вертолет, чтобы помогать пациентам на больших расстояниях. Расскажем, чем закончился полет в Инзу. Протопол через Ульяновск, а впереди еще тысячи километров дорог. Туристы из Армавира ходят по городам пешком, чтобы рассказать о проблемах слабовидящих. Скорость, мотор и рывок победе. Юные гонщики бились за приз на картодроме. Школьники съехались на чемпионат со всей страны. Авиамедбригада на новом вертолете отправилась в Инзу, потому что пациент нуждался в экстренной помощи специалистов. Больному вовремя помогли, а врачи отметили удобство и оперативность при использовании коптера. Очередной вызов скорой помощи работает авиамедицина в руках. Две сумки, выездная и реанимационная. Все остальное уже в вертолете. Они вылетают за экстренным больным в Инзу. Состав экипажа два пилота, врач-анестезиолог, реаниматолог и фельдшер. 40 минут и воздушная бригада приземляется. Пациента грузят на борт и подключают к мониторингу показатели гемодинамики. У него острая коронарная патология. В течение часа с небольшим, мы, как правило, полутора часов укладываемся, привозим больного, доставляем в сосудистый центр. Как правило, если он туда поступает, это уже оперативное лечение. То есть больной нуждается в экстренном хирургическом вмешательстве. Вот это спасает жизни. На борту вертолета «Ансад» есть все, чтобы оказать экстренную помощь пациенту до поступления в стационар. Дополнительный аппарат искусственной вентиляции легких, пульсоксиметр, пневматический матрас для больных с серьезными переломами. А это перфузор. Он вводит препараты исключительно с высокой точностью. Решение о вылете принимается совместно лечащим доктором, который направляет больного, и лечащим доктором, который первично через телемедицинскую консультацию консультирует пациента, находясь при этом в областном учреждении. И далее Министерство здравоохранения утверждает распоряжение о транспортировке. Доставленный пациент прооперирован и находится под присмотром врачей на счету авиационной бригады 62 рейса, и это 62 спасенные жизни. Подобная транспортировка стала возможной только с октября прошлого года по программе НАСПроекта здравоохранения. А это лишь второй перелет бригады на этом воздушном судне. До этого санитарную авиацию перевозил вертолет казанского производства. Марина Симофеева и Юрий Давыдов. Вести. Ульяновск. В четверг в Ульяновске стартовал международный фестиваль искусства, который называется «Аркадия». Он обещает возродить традиции русской культуры для молодежи. Это будут ночные вечеринки, театральные постановки, выставки и многое другое. С торжественного открытия фестиваля репортаж Марина Тимофеевой. Гости Аркадия заполняют зал под открытым небом. На сцене уже Ульяновский государственный академический симфонический оркестр. Взмах дирижера и первые ноты заполняют все пространство. Классическая музыка сегодня открывает уникальное путешествие от ульяновских вузских берегов к побережью страны идиллического счастья Аркадии в поисках утраченного земного рая, к жизни, похожей на живопись Аркадия Пластова. Все это первый международный фестиваль искусства в Ульяновске. Итак, фестиваль Аркадия открыт! Искусство классическое и искусство современное сольются на несколько дней. Творческие встречи, музыкальные вечеринки, театральные постановки и воркшопы. Отдельным блоком запланирована ночная Аркадия. Всего 80 ярких событий на 20 площадках. Мы хотим, чтобы Ульяновск стал райским местечком для всех деятелей культуры, для всех творцов, художников, музыкантов, артистов. И, конечно, вот этот фестиваль искусств, он соединяет в себе абсолютно разные направления. Поэтому на открытии и классическая музыка, и фолк, и фольклор. Так традиции русской культуры открывают для молодежи норовские пивуньи из Цельницкого района. У бабушки, у бабушки, у барбарушки, у бабушки, у барбарушки. Интересно то, что каждый день что-то новое происходит. То, что каждый день какие-то интересные события. И они совершенно разные. Выставки, спектакли. Например, сегодня открылась выставка ульяновской художницы Ирины Турченко. На ней посетители не увидят картин, а найдут возможность помечтать и оставить следующим гостям музея послание, играв слова с произведением искусства. Это инсталляция, моя дипломная работа. Все, что вы здесь видите, это я сделала сама, своими руками. Каждый кубик раскрашен вручную, и я на фрезерных станках вырезала все эти буковки, которые на них нанесены, и потом прокрашивала. Этим летом фестиваль пройдет в два этапа. С 24 по 27 августа и с 1 по 3 сентября. Самое время открыть для себя искусство. Марина Тимофеева и Юрий Давыдов. Вести. Слабовидящий путник из Армавира идет пешком в поддержку инвалидов по зрению. Его маршрут из родного города, из Армавира, в Санкт-Петербург и обратно. Позади больше 4000 километров. А Ульяновск стал перевалочным пунктом для такого отважного человека. В Ульяновск Сергей Алексеев прибывает по Саранской трассе. 7 километров в час эту скорость он старается держать на всем пути. Время уже в 6 час. Темно уже будет после 8. То есть не от 2 часа, но просто высушить палатку, покушать, приготовить. Это его третье по счету пешее путешествие. Стартует всегда из родного Армавира. Сейчас уже пятый месяц в пути. Позади 4000 километров и 11 крупных городов. Сочи, Москва, Питер, Череповец, Нижний Новгород. Новая остановка. Ульяновск. С собой всегда тележка. Здесь одежда, еда, палатка. Не обходится и без навигатора. Расглядеть свои координаты всегда непросто. У путешественника проблемы со зрением. Травму на один глаз получил в 14 лет. В 33 проблемы начались и со вторым. Сейчас картину мира он видит будто через плотную пленку. Я не путешествую. Я просто делаю вещи, которые не могут сделать такие же люди, как я. То есть, либо никогда не лишаться на это, либо ни в коем случае лучше не делать. Потому что я показываю, что инвалидность – это не ваша конец жизни. Следующий город на его карте – Тольятти. Всего он пройдет около 6000 километров. Каждый пройденный отрезок пути – это крик о том, как важно развивать инклюзивный туризм. Говорить об этом он не перестанет. Уже в следующем году он отправится в водное путешествие по Волге, преодолев все преграды. Марина Симофеева, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. А другой турист из Мордовии объехал на велосипеде всю Россию и Европу, преодолев тысячи километров. И теперь он приобщает к велоспорту своих детей. С дочкой Аллой Борис Беркут возвращается из пробега по Поволжью. Девочка заявляет, что ее путешествие посвящено поддержке женского хоккея. 20 лет назад Борис Беркут решил бросить себе вызов. Отправится в велопробег по всей России – от Владивостока до Санкт-Петербурга. Обратился к знакомым туристам. Они одолжили снаряжение. Путь с июля по октябрь и 10 тысяч километров за спиной. Все рассказы о сложности трасс и на сотую долю не были приближены к реальности. Во-первых, 2-3 дня идут сильнейшие искушения, сильнейшие страхи, усталость, кошмары. То есть ты практически не спишь. Есть силы, которые тебя хотят вернуть. И вот на третий день, когда я устал очень сильно, под Хабаровском я увидел на одинокой дороге среди скал, среди елок стоит старец. Вот с такой огроменной седой бородой, как у меня на рисунке. Я к нему подъезжаю, говорю, дедушка, где тут можно остановиться? Говорю, устал, сил нету. Деревеньку бы показали. Он говорит, через 2 километра пасека, вот там остановишься. Мужички, говорит, пьяные, но добрые. А тут я уже с хитрецой спрашиваю, а к вам-то, говорю, как вот это самое? Вы-то, наверное, тут рядом живете? Он, ко мне, говорит, рано еще, давай потом уже как-нибудь, потом, да. А я сажусь на велосипед, хотел ему сказать спасибо. Этого старца седого нет просто-напросто. Потом после этого я поехал по всем, я такой был маловерующий человек, поехал по всем монастырям уже, по церкви. И мне вот несколько батюшек сказали, ты, говорит, с ума не сходи, все хорошо. Это был Николай Чудотворец, он покровитель всех путешественников. С тех пор Николай Чудотворец стал невидимым покровителем Бориса и его семьи. Дань уважения своему заступнику путешественник отдал, создав социальный проект в поддержку хоккея. Не случайно, сам занимался этим видом спорта, а теперь спортивный Алим покоряет его дочь. Символом проекта стал Дед Мороз, сказочный прототип святого Николая. У нас в Мордовии, в Саранске и в Ульяновске, я думаю, тоже созданы идеальные условия для того, чтобы была женская команда. Если не будет уважения в нашей стране к женщинам, женщинам-спортсменкам, то проблемы нашей страны будут. Еще много-много вагона и маленькая тележка. На спине 19-й номер, который отсылает ко дню памяти Николы Зимнего. Сейчас Дед Мороз снова в велопробеге. На этот раз это идея 10-летней дочери Аллы – проехать по городам Поволжья. Девочка уже 6 лет занимается хоккеем. В велопробег мы устроили в поддержку женского хоккея. Сначала мы в Отяшево заехали, потом в Новочебоксары и в Новочебоксарск, и сюда в Ульяновск приехали. Легким движением руки несколько металлических палочек превращается в одну большую алюминиевую палку. Это будет каркас. Походными условиями девочку не напугать. За пару минут сможет самостоятельно разбить палатку. Правда, сам Борис признается – это один из самых сложных пробегов. Хотя за спиной почти десяток маршрутов на тысячи километров. Если в одиночку он проезжал и по 300 километров в день, сейчас и 60 – большое достижение. Да и по ночам сна нет. Чувствуется ответственность за ребенка. Мы люди неприхотливые, нам достаточно палатки. В спальнике завернулись и все, мы спим. Сейчас путешественники направляются домой в Саранск. Пора готовиться к новому учебному году. 1 сентября Алла пойдет в пятый класс. Да и к тренировкам пора возвращаться. Девочка мечтает, что скоро женщины будут играть в хоккей наравне с мужчинами. И велопробег маленькой, но выносливой спортсменки докажет всем, что сила духа совсем не зависит от пола. Екатерина Лазарева, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. Ульяновские пловцы-марафонцы, моржи, как мы их еще называем, совершили экстремальный заплыв в акватории залива Петра Великого. По 15 часов в день спортсмены передавали друг другу эстафету и следовали по маршруту Владивосток-Большой Камень-Находка-Владивосток. В недельном заплыве приняли участие 35 пловцов из разных регионов страны. В том числе и наши Ольга Соколова и Елена Семенова. Они преодолели вплавь более 230 километров Японского моря при температуре воды не больше 8 градусов. Мы плыли, сменяя друг друга. То есть были лодки, в которых находились спортсмены, ждали свой этап и передавали друг другу эстафету. Кроме сильной физической нагрузки, спортсмены испытали на себе и последствия непогоды, а также тропического циклона. Всем участникам рекордного эстафетного заплыва «Россия вперед!», так он называется, вручили дипломы и благодарственные письма. В следующем году они планируют организовать заплыв в акватории Курильских островов. Если все получится, то спортсменки примут обязательно в нем участие. Полсотни юных гонщиков из разных регионов страны сражались за путевку в большой спорт. В Ульяновске прошли финальные заезды любительского детского юношеского турнира «СМП Рессинг», участники которого показали свои силы на двух непростых трассах. Репортаж за рулем Ирины Шмыговой. Каждому участнику турнира необходимо на время преодолеть больше 500 метров скользкой извилистой трассы. Трасса включает в себя набор разнообразных поворотов, шпилек, эссек, комбинирование правых-левых поворотов. Причем нужно не только оказаться быстрее своих соперников, но и не допустить грубых ошибок. И это удается лишь тем, кто хорошо чувствует свой карт. Максимальная скорость карта 50 км в час, но эту цифру достигают только опытные гонщики, которые ради победы готовы на все. Свой личный рекорд уже установил Сергей Лешин. 38,5 секунд достаточно гонщику, чтобы преодолеть всю дистанцию. За годы тренировок спортсмен выработал тактику, которая позволяет достигать хороших результатов. Очень много вката должно быть. Конечно, минимум дрифта и максимальная концентрация, ни на что не отвлекаясь. Только трасса, только вперед. Самому молодому участнику соревнований недавно исполнилось 9 лет. И свой первый круг на турнире он проехал быстрее соперников. Есть маленькие ошибки, которыми надо мне исправить срочно. О яркой спортивной карьере грезит и Виктория Тищенко. Девочка часто смотрит с папой Формулу-1 и уже знает, кем хочет стать, когда вырастет. Я сказала папе, что когда я вырасту, я тоже стану гонщикой. И он мне сказал, что пока ты можешь ходить на карте, чтобы стать великим гонщиком. А еще тот, кто освоил гоночный автомобиль, будет уверенно себя чувствовать за рулем любого транспорта и на любой дороге. Чувство сноса, чувство скорости, чувство габаритов лучше, чем в карте, нигде не прививается. Ни в одной автошколе. Организовали турнир для детей и подростков гонщики, имена которых известны во всем мире. Нам нужна всем смена, а это яркие, горящие глаза, эти дворы, которые превращаются потом в профессиональных пилотов. Лучшим гонщикам межрегионального турнира предстоит побороться за победу в финале, который состоится в сентябре в Москве. Главная награда – возможность попробовать себя в профессиональных автомобильных гонках. Кроме того, победитель получит финансирование для выступлений в течение всего следующего сезона. Ирина Шмыгова и Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. На этом все. Вы смотрели итоговую программу «Вести. Ульяновск» на «Россия.1». До следующего воскресенья. До свидания.